Интересные факты. Выпуск 8. Как на мозг влияет время суток? Время суток оказывает влияние на работу головного мозга, процесс восприятия и обработки информации. Диапазон номер 1. С 6 до 7 утра. Окно, когда лучше всего работает долговременная память. Вся полученная информация в этот промежуток усваивается легко. Диапазон номер 2. С 8 до 9 часов. Включается логическое мышление. Это наиболее подходящее время для любой деятельности, связанное одновременно с запоминанием и аналитикой. Диапазон номер 3. С 9 до 10 утра. Оптимальные часы для работы с информацией и статистикой. Диапазон номер 4. С 11 до 12 дня. Эффективность интеллектуальных функций снижается. Стало быть, можно переключить внимание на что-нибудь отвлеченное. Например, послушать музыку. Диапазон номер 5. С 11 до 14.00. Самое подходящее время для обеда. На эти часы приходится пик, как говорят на востоке, огня пищеварения, когда принятая еда переваривается и усваивается наилучшим образом. Диапазон номер 6. С 12.00 до 18.00. Идеальное время для активного труда. Труд в более поздние часы вынуждает мозг работать на износ. Первые признаки такого перенапряжения – сложности с засыпанием. Диапазон номер 7. С 21.00 до 23.00. Происходит наиболее полный отдых ума и нервной системы. Диапазон номер 8. С 23.00 до 1.00. Во сне идет активное восстановление тонкой энергии. В китайской медицине ее именуют ци. Индийские йоги называют ее праной. Современная наука величает нервной и мышечной силой. Диапазон номер 9. С 1.00 до 3.00. Во сне человек восстанавливает эмоциональную энергию. Подписывайтесь на канал ЛТ Денис Фактс, ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь с друзьями. Пока! До новых встреч! Субтитры подогнали Симон!